Дагестан А вот его соперник в красном углу клетки Ему 22 года Рост 177 сантиметров Вес 71,5 килограмма Его профессиональный рекорд 7 побед и только оба поражения Его стиль – волная борьба Представляющий Чеченскую республику Шатой Шадик Шадид Абдурзаков Реферим акагоник Денихан Шибилов Итак, Шадид Абдурзаков против Магомеда Акаева Шадид Абдурзаков Победитель А, прошу прощения, конечно Или нет? Нет-нет, все правильно Конечно, Шадид Абдурзаков Я чуть-чуть запутался Надеюсь, вы меня поймете Ну, я, по крайней мере, вас пойму точно Потому что у нас, дорогие друзья, уже 22-й бой На минуточку и мы Какой-то, по-моему, мы седьмой сейчас в эфире И если бы не наш дорогой друг и товарищ Магомед Медаев Который о нас заботится просто как о родных Вместе с Тамерланом Вместе с Тамерланом Мы бы, наверное, уже не могли разговаривать Однако, сейчас мы вполне функциональны Это заслуга наших друзей и товарищей Очень вас благодарить Ну и, соответственно, все это для вас, дорогие друзья Сейчас Мы наблюдаем, как аккуратно такая разведка Честно говоря, я привык к такой парадигме Что спортсмены, которые выходят из любительского ММА Они, в первую очередь, должны уметь очень хорошо бороться А именно выходцем из любительского ММА является Магомед Акаев Ну, почему? Исходя из какой логики? Из такой, что тебе нельзя будет ставить все Несколько боев подряд Нельзя ставить все на что-то одно Тебе всегда надо где-то прятаться Если что-то пойдет не так, как думаешь Надо уметь с этим работать Соответственно, борьба – это такой тихий омут В который ты всегда можешь как спрятаться сам Так и вытащить в нужный момент туда человека Поэтому чистых, условно, в кавычки, возьмем ударников Людей, которые решают в основном свои вопросы Именно за счет ударной техники В смешанных единоборствах Любительских их несколько меньше Чем борцов Те, которые выигрывают за счет позиционного доминирования Я думаю, исходя из этого Что раз один выходец из турниров Союза ММА России А второй – базовый вольник Наша схватка, которую мы сейчас наблюдаем Будет в основном борцовской Ну и, собственно, так как я мог совершенно спокойно рассуждать на эту тему все это время Без каких-либо особо совыки в кадре Наверное, я все-таки прав Да Мы сейчас как раз-таки наблюдаем борьбу Да, пока стойки в клинче, но у тебя не менее Любители борьбы, в числе которых и, собственно, я В общем-то, очень хорошо чувствуют ситуацию И прекрасно сами сейчас Сопереживая тому или иному сопернику Не только играют желбаками Ну и сами думают Так, а если сейчас сюда уйти, а если вот так А если там продернуть и за спину зайти Ну и нужно отметить, что сейчас за несколько секунд В течение 20-30 секунд очень неприлично так накидал Абдурзата по краю, с левой руки он продолжает это делать Единственный нюанс состоит в том, что у него нет возможности зарядить свои удары Да, потому что он занят работой над контролем своего оппонента Но, в общем-то, он прижимает своего оппонента к стене Он наносит некоторые удары И это выводит его вперед в глаза По крайней мере, наверняка Хорошее попадание от Абдурзакова Да, очень удачный Очень удачный эпизод Пропустил мимо себя колено И сам сработал сверху оверхента Хороший джеб Лео, да, еще добавляет кайф Да, хороший джеб у Абдурзакаева Быстрый Не успевает у него содержать себя в бюрзаков Ой, как интересно Внешне стороной стопы зарядят Да, очень редкий удар Очень редкий удар Шикарный джеб Хорошо, с левой попадает Абдурзакова Да, такое ощущение, что немножко он поймал свою скорость И вот здесь проход от Абдурзакова Зафиксировать не удалось Но, скорее всего, само вот это положение за спиной Да Оно приведет и к нескольким еще ударам И к определенным отметкам судейских записках Да, и спокойной концовке первого рамка Да, ну что ж К главным событиям Повторам Смотрим их, друзья Смотрим их, друзья Смотрим их, друзья Ну что ж, дорогие друзья Я думаю, вы определились со своими симпатиями К тому или иному спортсмену В рамках первого раунда У меня нет ожидания, что как-то сильно поменяется рисунок этого поединка Думаю, что будет он развиваться довольно неспешно Но, опять-таки, это может быть вполне себе иллюзия Потому что, если кто-то из бойцов, что называется, почувствует кровь Вот такое вот мнимое спокойствие Очень быстро превращается в настоящую бурю И вроде бы пока у них паритет Они примерно друг друга стоят Примерно друг друга обезвреживают Но как только кто-то даст слабину О, здорово, как встретил Акаев Ну и посмотрите, не остановился Абдурзаков Сразу несколько ударов И правый прям очень хорошо зашел у него Да, ну вот она борьба в стойке за позиционное доминирование Все по классике Когда вы придете в какую-нибудь хорошую школу смешанных единоборств Обязательно с вами будут разбирать все вот эти действия Будут, скорее всего, показывать видео такое Или, да, может быть, это И говорить, что вот, смотрите Критически важно научиться делать вот эти, вот эти и вот эти вещи И действительно, то, что сейчас у стены Чем сейчас у стены занимались бойцы Это один из самых необходимых знаний Для подготовки конкретно к поединку в клетке Ой, здорово Здорово на встречу, что сейчас дали колено Вот, вот и взрыв Интересно, что начали работать с локтями бойцы Очень хорошо таким разведочным хайкиком Сработала хайки Кстати, я вот небольшой профессионал Я так понимаю, вот эти банки на спине Это... Кровоспускание Да Почему его используют при подготовке к бою? Ну, не знаю конкретно при подготовке к бою А вообще, в принципе, это хорошая такая медицина Медицина пророка И очень часто применяемая вообще в принципе в любых ценах Это хорошая профилактика Довольно часто вижу, как спортсмены используют эти банки То есть кто-то просто ставит эти банки, но кровь не спускает А здесь, естественно, его все-таки спускает Именно грязная кровь не ходит И идет обмен Оставление Да, обмен Вместо одной клетки крови появляется блюдо Очень хорошая профилактика от онкологии От очень многих серьезных заболеваний Я понял Уууу, хорошее колено Вот много раз выцеливал это колено Пока ни разу вот так вот чисто не попал Акаев Ну, вот так вот потихонечку пробую, пробую Примериваясь Кто знает, может быть и получится Я помню, как Шелеменко в свое время в одном из боев Нокаутировал так человека, сломал ему ребра На последней секунде поединка Отправляем перчапку Вефери Меньше минут у нас уже до конца этого раунда И поединок, как часто бывает При стойке двух борцов заходит в стойке Да Ну, потому что чувствует, что там слишком много сил Будет потрачено на то, чтобы как-то попытаться Что-то друг другу сделать И потом тоже дешевр большой не выйдет А вот постоять В стойке Вот Походить, подышать Это вполне себе И плюс, честно скажу Я думаю, что у борцов Усокорня В какой-то момент им надоедать Им хочется пробовать что-то новое И они начинают хотеть боксировать Мне это очень хорошо понятно И здесь Я думаю, что мы именно похожую картину видим Им хочется боксировать Им это интересно Что ж, два раунда позади Ждем третьего Ждем третьего Ну что ж, решающий третий раунд Честно говоря, не готов сказать Какие у меня предположения относительно победителя Это я не сильно Это принципиально У нас есть как записка Ни мое, ничего Либо еще Кроме мнения судей Все не скажется Что пока понятно То, что хороший джеб У Акаева Им он попадает много Что-то другое Однозначно так Получающееся Пока придумать нельзя А Птурзаков Много идет вперед Ой-ой-ой, Сечка Это, видимо, попадание Где-то локтем было Будем надеяться Что из-за этого Остановки не будет Птурзаков Да, сейчас бы пактор увидеть Потому что, если честно Не заметил я Такой удары Который могут скруатировать Локоть Шикарный локоть Кстати, вот такие локти со стойки, его достаточно часто используют. Фоману разгрессию нельзя с таким. Фоман Мурак бичует главный тренер в Махмад. Основной поединок. Сейчас смотрим еще. Сильное рассечение. Интересно, вот так неожиданно закончился этот поединок. Классный локоть, давайте честно говорить, классный локоть. Причем, спортсмен, с его слов, более чем готов был продолжать. Ну и это понятно. Но рассечение есть рассечение. Такие правила. Причем бойца из красного угла на 38-й секунде 3-го раунда победу одержал Магомед Акаев! Поздравляем Магомеду Акаеву и Каеву.